Смотрю, они там вместе организовывают конференции молодежные. Думаю, нам тут с кем организовывать. Да, слава Богу, мы очень рады, очень рады, что вы с нами. Спасибо за слово. Дорогие, мы сейчас помолимся за финансы. У нас сегодня библейский курс Абай начинает экскатология в 2.30, потому что нам нужно съездить, дочь забрать с роддома, встретить. Да, поэтому чаепитие, погода прекрасная, можете на улице погулять. Возьмите стульчики, можете посидеть на улице. Ветра нет, солнца сильного нет, слава Богу. Давайте мы помолимся. Я тоже небольшое свидетельство скажу. Да-да-да, можете уже. Я коротко помолюсь. Знаете, я сегодня вспомнила, когда я родила Павла, мы были оба студенты. И муж тогда принес три цветочка к выписке, а меня не выписали. Что-то температура поднялась у ребенка. Знаете, и он на второй день пришел, и один цветочек поломался, потому что он сокращал дорогу домой пешком, и он перелазил через какой-то забор. И он, представляете? И, короче, вот он меня... А мы жили далеко вообще от центров Пришахтинские. Нас туда занесло, и он один приходит меня выписывать, потому что это был день рабочий. Мама у меня работала, папа работал. И цветы, поломанный цветок. И знаете, и моя плоть начала... Нет, бедненькая ты такая. Понимаете, плоть моя. Да, жалеть меня с поломанным цветком. Тебя встретили с роддома. Да. И вот знаете, вот у нас всегда выбор есть. Вот если мы остаемся, особенно вот я о сестрам говорю, если мы остаемся в позиции жертвы, мы так и будем бедненькими сестрами с поломанным цветком. Вы знаете, и я не согласилась тогда с этим. Я сказала, что Бог меня благословит. И вы знаете, когда мы не соглашаемся, в нас срабатывает принцип преумножения. Понимаете? Сейчас с утра муж поехал, купил самый огромный букет роз, да, встречать дост. Да. У него уже машина есть, он через заборы уже не лазит. Понимаете? И я хочу вас призвать. Если в жизни что-то вот, проходим путь какой-то, да, там, квартиру жалко оставлять обустроенную, не надо жалеть себя. Когда мы жалеем, мы благословение просто, вот оно обрывается, да, мы даем волю нашей плоти. Когда мы себя не жалеем, мы даем возможность преумножению. Я сейчас хочу помолиться за нас всех. Пусть, вот знаете, это преумножение, потому что Бог изливает. Он может давать. Но мы или мы замыкаем это, бедный я несчастный, или я говорю, я благословен, и через меня придет благословение на весь мой род. Аллилуйя. Аминь. Дорогой Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за те три цветочка, один из которых был поломан, что мой муж так старался. На последние деньги он купил цветы тогда, чтобы встретить как мог. Боже Господь, я благодарю Тебя, что Ты дал мне тогда мудрость и не вестись на поводу плоти, а быть благодарной за эти три цветочка. И сегодня мы имеем в своей жизни преумножение. Он уже не лазит через заборы, у него есть хорошая машина, он может купить цветы. Я прошу Тебя за каждого, кто здесь находится, особенно за сестер. Так часто к нам подходит эта жалость к себе, эта плоть начинает доминировать. И я прошу Тебя, Боже, высвободи вот эти вот принципы преумножения. Просто дай нам всегда смотреть на крест голговский, распинать эту плоть и видеть те духовные обетования, как Иисус Новин, Он пошел и вошел и ввел весь израильский народ в эту обетованную землю. И видеть всегда перед собой обетование Божие, а не эту плотяжку Божию. Мы благословляем. Я просто прошу Тебя, пусть это преумножение входит в жизнь каждого верующего во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем, Отче наш произнесем, потому что через 20 минут...